Поклонники певицы Оксаны Пачепа собираются подавать в суд на организаторов концерта поп-звезды. Больше тысячи фанатов собрались в ожидании яркого шоу, но так и не увидели кумира. За разъяснениями зрители обратились к менеджерам и те сообщили. Оказывается, именно афиши не гарантируют того, что артист выйдет на сцену. Более того, как выяснил Олег Фомин, сама певица о выступлении ничего не знала. Увидеть такое шоу поклонники певицы Оксаны Пачепа явно не рассчитывали. Вместо выступления звезды дискотека под ее хиты. Сцена пуста, сама акула на концерте не появилась. Дмитрий Зотов один из тех, кто заплатил за концерт любимой певицы 3000 рублей. Говорит, готов был ко всему. Фонограмме отсутствия фееричных костюмов, но никак не ожидал, что сама артистка так и не выйдет на сцену. Я ехал из Подмосковья, на одном, не маленький километраж, получается, больше 100 километров. То есть, это, в принципе, таких людей не только, как я один, но таких ключей очень много. Вот, и поэтому это все неправильно. Так я считаю, что нельзя делать. Посчитав себя обманутым после практически сорванного концерта, Дмитрий даже разбираться с организаторами не стал. И в тот же день обратился с заявлением в полицию. Позже выяснилось, в то время, когда публика ждала Оксану Пачепа в Москве, сама звезда шоу-бизнеса отдыхала в Турции. И даже не подозревала о том, что должна была где-то выступать. Певица уверяет, люди, которые развесили афиши с ее именем, делали это незаконно. Оказывается, мое имя указывают на афишах, и достаточно большое количество поклонников приходит для того, чтобы увидеть и послушать меня, а меня там нет. Я считаю, что всех прохвостов, тех людей, кто обманывает, срочно необходимо наказать. Узнав о случившемся, директор певицы также обратился в полицию. Он требует установить имена организаторов концерта и призвать их к ответу. Причем не только за обман поклонников, но и за нарушение авторских и патентных прав. А это, собственно, один из тех, кто собрал зрителей, а главное, деньги за несостоявшееся выступление. Вячеслав Евстратов уверяет, с их стороны никаких нарушений не было. Акула должна была приехать. И вообще в афише якобы организаторы шоу просто перечислили имена известных исполнителей, но гарантии, что все они примут участие в концерте, не давали. Это было 15 артистов, и одним из этих артистов являлась артист Акула, Оксана Пачепа, которая изъявила желание участвовать в нашем мероприятии, поэтому она была размещена, собственно, на афише. Мы, как организаторы мероприятия, не получали официальных обращений к нам относительно того, чтобы мы сняли информацию о выступлении Акулы. В любом случае, следователи уже начали проверку. Если вина организаторов концерта будет доказана, против них могут возбудить уголовное дело. Что касается зрителей, которые так и не встретились со звездой, юристы посоветовали им связаться с продавцами билетов и потребовать, чтобы те вернули деньги. По закону о защите прав потребителей, организаторы несостоявшегося выступления обязаны это сделать. В противном случае, возвращать деньги обманутым поклонникам придется уже через суд. Олег Фомин, Мария Бокарева, Телекомпания НТВ.